Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире «Управдом» программа о самом главном ЖКХ – о благоустройстве улиц и дворов, подъездах и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Сегодня мы расскажем, почему жители многоквартирного дома накануне зимы остались в прямом смысле без крыши над головой. Выясним, кто несет ответственность за состояние коммуникации в подвале и что делать, если вы купили квартиру с коммунальными долгами. Жилой фонд, построенный в 60-е и 70-е, еще в 90-е нуждался в ремонте крыш, подвалов и системы отопления. Однако 30 лет назад все работы на домах сводились к латанию дыр. Именно в это время, приватизировав, мы стали собственниками такого жилья, и бремя содержания общедомового имущества легло на наши плечи. Как приблизить сроки капитального ремонта, чтобы проживание в доме было комфортным и безопасным? Неиссякаемые истории в программе «Управдом». Во дворе дома 198Г на улице Советской этим летом провели благоустройство, и у неприветливой территории окраины Тамбова появились уютные черты. Вот только от главного принципа благоустройства – делать все комплексно по мнению жителей – отступили, и новый асфальт закрыл старые теплосети. Проблема с горячей водой, с холодной водой в нашем доме – это постоянно. В последнее время, конечно. Ну и заливает, вот, отопление, знаете, тоже проблемный вопрос. Проблема с отоплением у нас возникла из-за горячей воды, собственно. Потому что труба, которая идет к нашему дому, на ней уже нет живого места. Ее постоянно латают, латают. Я здесь живу с 2018 года, и на моем памяти не было ни одного лета, когда бы мы у нас нормально прошли гидравлические испытания. То есть более чем по пол лета у нас нет воды горячей. Жители беспокоятся, что с наступлением холодов температура теплоносителя и давление увеличится, а это значит, что копать во дворе будут снова. В прошлом году мы неделю сидели без отопления, с учетом того, что люди были на удаленке и работали из дома. Я, например, куталась в три одеяла, чтобы у меня сидеть и работать. Потому что неделю мы сидели, на неделю нам включили позже, также из-за данной трубы. По поводу этой трубы нам говорят, что необходим капремонт, но в ближайшие года три его даже и не ждите. То есть мы думали, что, может быть, в этом году, перед тем, как нам положат асфальт, нам произведут ремонт. Но, к сожалению, нам пришел отказ. Когда все это здесь дым стоял коромыслом, я как раз проходила мимо, я все это видела, я подошла к мужчине вечером. Это было где-то часов восемь. Я говорю, что ж такое? Я говорю, может, вы нам все-таки здесь все замените? Они сказали, что это не к нам. Есть соответствующие организации, которые этим занимаются. Каждая авария во дворе заканчивается потопом в подвале, который до конца практически никогда не просыхает. И вот здесь даже отметено, что вода здесь постоянно вот таких вот стояла. Она даже отмечена здесь, видите? Вот посмотрите. Просто проходишь, когда вот сюда заходит, сам техник там смотрит, и на самом деле вода так стоит. У нас заливало, заливал подвал два раза. В квадру звонили. Звонили не я одна звонила, звонила и управляющая домом. Звонили несколько раз в течение двух дней. Они приехали только на вторые сутки. Открыли. Здесь у нас, соответственно, было половодие. Вот. Откачали воду. Потом опять залило. Собственники сетуют, что тарифы за жилищные услуги у них ощутимо выше, чем в других домах. Но на любые ремонтные работы им приходится собирать средства через дополнительную строку. И ремонт, скорее всего, тоже ляжет на нас, тоже за наш счет. То есть мы платим, платим, платим и по платежам. Коммунальные повышают. А в итоге мы еще дополнительно свои деньги вкладываем, что чтобы сделать ремонт. Для того, чтобы в доме навести порядок одного желания собственников, недостаточно. Диалог с управляющей компанией и поставщиками ресурсов часто не получается. Поэтому в доме на протяжении многих лет проблема с горячей водой. Горячая вода. Вот она. Еще холодная. Нужно ждать, чтобы нагрелась. Пока сливается вода, счетчик считает не в пользу потребителя. Платим по счетчику. С перерасчетом тоже проблемы. Я тоже звонила. Потому что были обращения от меня в ЖЭК. Они создавали заявку. Потом я перезванивала в Квадру уже непосредственно, потому что мы на прямых договорах с ними. Я перезванивала в Квадру в отдел расчета. Мне сказали, что нет, вы же не нам звонили. Мы вам не будем перерасчитывать за этот период. Традиционно на карте Управдома мы отмечаем горячую точку. Сегодня это адрес Советская, 198 Г. Мы направили официальный запрос в управляющую компанию и поставщику ресурса предприятию Квадра. И уже в ближайшем выпуске программы расскажем, как можно решить вопрос с постоянным затоплением подвала и отсутствием рециркуляции горячей воды. Следует признать, что лопнувшие трубы и залитые подвалы явление частое, особенно в отопительный период. Основная причина, и это не скрывают, как энергетики высокий износ сетей. Как необходимо действовать, если вы с соседями оказались в подобной ситуации? Вызвать аварийную службу для того, чтобы устранить источник аварийной ситуации. Обратиться в управляющую компанию, чтобы оформить первоначальные документы оценки ущерба. Обратиться в оценочную организацию – это поможет сделать управляющая компания. Обратиться в суд – судебное решение обяжет виновную сторону возместить ущерб. Как определить зону ответственности управляющей организации и поставщика ресурсов? Разграничение определено законодательством. Зоной ответственности управляющей компании является первая запорная арматура на общедомовом приборе учета. В случае, если такого не имеется на многоквартирном жилом доме, то границей раздела является внешняя стена дома. Капитального ремонта как способа решения коммунальных проблем ждут собственники старых домов. Постройки, которые долгое время не ремонтировались, требуют серьезных инвестиций. Как правило, у собственников денег нет для того, чтобы отремонтировать крышу, подвал и фасад. Тогда на помощь приходит фонд капитального ремонта. И жизнь налаживается. Но для героев этой истории капитальный ремонт обернулся настоящим бедствием. Размеренная жизнь с видом на Тамбовское море закончилась в Доме-2 по улице Набережная 3 сентября. В этот день здесь начался капитальный ремонт крыши. Мы тогда начали звонить в нашу аварийную службу, в РЭК-1. Позвонили, сказали, что у нас происходит залитие. Они говорят, почему, у вас что, трубу прорвало или что случилось? Мы говорим, нет, у нас капитальный ремонт идет. Они говорят, мы ничего не знаем про капитальный ремонт. То есть наша жилищная компания, ТИС, не в курсе, что у них происходит на объекте. А на объекте тем временем больше двух месяцев нет крыши. Вода течет по потолкам и стенам. В ближайшие дни обещают дожди, а значит течь будет еще больше. Хотя задача капитального ремонта – избавить от таких проблем на несколько десятков лет. В идеале должно быть так. Но по факту они раскрыли кровлю и ждали железа. Почему вы раскрыли кровлю и ждете до сих пор два месяца железа? У жителей возникает резонный вопрос – зачем раскрывать крышу, когда нет железа? Но горе-мастера не только раскрыли крышу и еще повредили на чердаке трубу отопления. Теперь с потолка течет даже в сухую погоду. Началась переписка с управляющей компанией и дирекцией жилищных услуг, которая выступает с заказчиком и ведет контроль работ. Пришел ответ только от управляющей компании. Они говорят, что виновата компания «Азимут», они раскрыли крышу, и шел дождь, и поэтому произошло залитие. И что они к этому отношения никакого не имеют. Грубо говоря, обращайтесь куда-нибудь еще. То есть у нас проблема, управляющая компания, ей плевать, что какие-то есть проблемы на той территории, которую она должна управлять. Во время нашего визита на крыше началось движение. Мы решили посмотреть, что происходит наверху. Вот мы сейчас находимся на крыше и видим, что здесь очень много дыр. Вот в этом якобы гидроизоляционном материале здесь все, просто прорвано. Удивительно, что у нас всего лишь залило немножко кухню. По идее, у нас должно залить весь потолок, и весь потолок должен был упасть. Увидев людей с камерой, рабочие на всякий случай решили ретироваться. Даже не специалист, увидев такой ремонт, поймет, что технологии здесь не соблюдаются. Совсем. Дела плачевные. Да. Плачевные. И вот неизвестно, если они даже накроют, накроют, вот железом покроют крышу, то страпилы они не выдержат. Они через какое-то время сложатся, и все. И мы останемся без крыши. Как мы говорили, не надо вот осенью, в зиму делать. Давайте оставим до весны. Нет, они, мы успеем. Мы до холодов, мы все сделаем. Со слов жителей, прежняя крыша простояла бы еще много лет. Потолки не текли ни у кого. В доме много других мест, которые требуют ремонта уже пять лет. И вот каждый год, это на протяжении, наверное, пяти лет, вот такое вот безобразие. А вы говорили, управляющий комбинат, что первоначальные дела есть? Да, говорили. Нам в планы это не входит. Это не входит в планы. Пока реализуется соговорка частично плана городской администрации, жильцы принимают удар стихий и сверху, и снизу. На карте управдома мы отмечаем еще одну горячую точку. Дом 2 по улице Набережная. Получить комментарий в нерабочие дни мы не смогли, но направили официальный запрос в городскую администрацию, и уже в следующей программе нам предстоит выяснить, почему, вопреки пожеланиям собственников, ремонтируют крышу, и кто заплатит за ремонт уже залитых квартир. Что делать, если вы купили квартиру с коммунальными долгами? Отвечает ли собственник по долгам старого хозяина? Как поступить, чтобы не оказаться в подобной ситуации? Разбираемся вместе с юристом. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, что делать, если купили квартиру с коммунальными долгами. Иногда после покупки квартиры новый собственник узнает о наличии коммунальной задолженности, которую оставил предыдущий владелец. Должен ли новый хозяин оплачивать коммунальный долг, и как избежать подобной ситуации, разбираемся сегодня вместе. Если покупатель квартиры обнаружил долги за коммуналку после заключения сделки, по закону он не должен их оплачивать. Задолженность по оплате ЖКХ привязана не к квартире, а к собственнику жилого помещения. И по общему правилу, новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего. Поэтому взыскание задолженности предыдущего собственника по коммунальным платежам снова собственника является незаконным. Исключение составляет долги по взносам на капремонт. В данном случае новый хозяин должен погасить задолженность за старым владельцем. Срок оплаты для задолженности по взносам на капитальный ремонт составляет 5 месяцев с момента уведомления от органа Государственного жилищного надзора о задолженности по взносам в соответствии со статьей 173 ЖК РФ. На суммы задолженности каждый день будут начисляться пени. Обратите на это внимание. Долги по наследству. Полностью оплатить коммунальные долги придется в случае наследования. Статья 1112 Гражданского кодекса РФ гласит об этом. Новый собственник принимает в наследство не только квартиру, но и обязанность по оплате имеющейся задолженности умершего собственника. Такая обязанность возникает с момента вступления в наследство. Поэтому наследнику рекомендуется сразу обратиться в управляющую компанию и уведомить ее о смерти собственника. Так можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженностей по жилищно-коммунальным услугам и указать сведения для направления квитанции на оплату коммунальных услуг. Новому владельцу следует обратиться с заявлением в управляющую компанию с просьбой разделить лицевой счет, либо открыть новый счет на нового собственника. Если вы меняете номер лицевого счета, то фактически все долги не ваши. Взыскать долг с предыдущего правообладателя – это уже обязанность управляющей компании. Специалисты Ассоциации правовой помощи готовы дать вам исчерпывающую консультацию по телефону горячей линии 430770. И, как всегда в конце программы, полезный совет от управдома. Известно, что деталь делает моду, поэтому палантины и шарфы несколько лет не выходят из моды. Но чтобы упорядочить их расположение в шкафу, воспользуйтесь нашим лайфхаком. Для этого нам потребуется обычная вешалка. И размещаем шарфы и палантины следующим образом. Таким образом, аксессуары будут всегда на виду и в шкафу порядок. Ну а на сегодня это все с заботой о вас управдом.